Республика Беларусь и Российская Федерация являются, по сути, единственными странами, соседями Польши, у которых никогда не возникали никакие серьезные претензии, территориальные претензии, имею в виду к нашей стране. Его предупреждение о том, что действительно тут может начаться полномасштабная война, континентальная, а может и глобальная, мировая война. Польша, а точнее коллективный Запад, под воздействием которого находится Польша, решил построить новую, беловежскую, скажем, стену. К сожалению, на большинстве стран Восточной, Центральной Европы, доминируют как раз те политические силы, которые высказываются за эскалацию, скажем, условно партии войны. Здравствуйте, Матеуш. Здравствуйте. Не так давно в Польше снова заговорили о необходимости буферной зоны на границе с Беларусью. Польский министр национальной обороны мотивировал это тем, что нужно повысить безопасность границы и, собственно говоря, безопасность сотрудников пограничной службы Польши, насколько я понимаю. А как вы считаете, для чего все-таки вводят вот эту вот буферную зону на границе с нашей страной? Тут присутствуют два фактора, два основных фактора. Первый – это настоящая проблема, которая связана, ну, я бы сказал, с отсутствием диалога между Варшавой и Минском. И эта проблема связана с миграцией, конечно. На Варшаву, я полагаю, что оказывается довольно большое давление со стороны Берлина, со стороны других стран Западной Европы, которым, как мы все понимаем, все вот эти нелегальные, незаконные мигранты попадают. Они ведь не останавливаются в Польше, пересекают западную границу Польши и направляются уже в Германию. Поэтому, скорее всего, реально существующая проблема, миграционная проблема, которая, кстати, не нова с точки зрения Европы, как вы понимаете. Но, тем не менее, скажем, что она все же актуальна, особенно в преддверии выборов, грядущих выборов в Европарламент, да и выборов в разных странах, в национальные парламенты разных стран Европы. Это одна из основных проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому, я думаю, что действительно на польское правительство оказывает давление тот реально существующий фактор, реально существующая проблема нелегального пересечения польской границы. И, смотрите, это, конечно, отражается на рейтингах, в том числе и правящей коалиции Польши, потому что, если эта проблема не будет решена, у нас будут продолжаться проблемы на границе Польши с Германией. Я имею в виду то, что периодически немецкая сторона устанавливает дополнительные контроли, хотя теоретически граница не существует, но, тем не менее, это болезненная проблема. Хотя бы для тех граждан Польши, которые в силу блокпостов, устанавливаемых Германией, ждут там по несколько часов в очередях на немецких автобанах или на польско-немецком пограничном. И второй фактор, это чисто символический фактор. Мы, как утверждают многие уже политологи, в том числе и западные политологи, например, британский политолог, профессор Ричард Сакфа, мы уже живем в условиях холодной войны. Некоторые говорят, что это вторая холодная война, другие говорят, что третья уже. А есть еще такие, которые говорят, что вообще-то холодная война не закончилась, что она продолжается с небольшими перерывами практически с конца 40-х годов XX века. Так что тут это уже символические измерения того, что происходит. Я уже многократно говорил, что Польша, а точнее коллективный Запад, под воздействием которого находится Польша, решил построить новую беловежскую стену, не берлинскую, а беловежскую стену в отношении к нашей польско-белорусской границе. Полностью изолировать поляков от возможности любого путешествования по Белоруссии, любых поездок в Белоруссию, в Россию тоже, кстати, это касается и Калининградской области, Российской Федерации. И это просто железная занавеса, которая на этом символическом политическом уровне создается уже довольно активно на протяжении последних лет. Кстати, проблема, обратите внимание, что проблема польско-белорусской границы совсем не новая, она существует уже практически с момента распада Восточного Блока на самом деле и Советского Союза. Вы знаете, основная трасса, второй транспортный коридор, общеевропейский, а точнее даже евразийский коридор, который ведет из Великобритании, если я не ошибаюсь, прямо уж в Ураль. Ну, практически везде был построен автобан, да, но на протяжении вот всей этой трассы, за исключением участка между городом Варшава, между полской столицей, а точнее уже теперь между Минском, Мазовецком, рядом с городом Варшава, а белорусской границей. И когда возникали вопросы, а почему мы не достраиваем вот этого участка, общеевропейской или даже евразийской трассы, общеевразийского транспортного коридора, некоторые из польских политиков отвечали, что это из-за угрозы безопасности Польши, мы не хотим, чтобы там, условно, российские или белорусские танки, да, имели вот возможность быстрого попадания в Варшаву, да, по автобанам, как будто танки двигались по автобанам, да. Но я говорю об этом, потому что проблема-то не новая, и в польско-белорусских отношениях даже вот проблема обсуждалась на протяжении многих лет, проблема моста через реку Буг, ну, как раз на Брестском пограничном пункте между Брестом и Польским Тересполем, да, на протяжении многих лет обсуждался вопрос, вот, а почему вот этот мост настолько узкий, что там образуются очереди и так далее, да, теперь принято решение полностью изолировать Польшу и вместе с Польшей весь этот коллективный Запад от Белоруссии, от России, и как бы это второе измерение того, что происходит, да, уже, скажем, символически и политически, так что есть реально существующая проблема, которая становится аргументом для вот продолжения этого политического или даже символического курса на изолате. Если я правильно понял вашу мысль к созданию вот этой вот буферной зоны, Варшаву частично подталкивает Берлин, но, с другой стороны, вот это вот решение, оно же идет в общем мейнстриме польской политики, скажем так, сначала закрытие бунтов пропуска, потом возведение некой стены, теперь вот буферная зона, то есть, ну, в общем, мейнстрим этого укладывается, разве нет? Безусловно, да, потому что, опять же, это общее явление касается, оно касается не только Польши, а и многих других стран, так называемого Запада. Значит, есть явления, которые некоторые политологи определяют, как секуритизация политики. Что это означает? Это означает, что вопросы национальной безопасности или точнее ссылки на национальную безопасность являются, начинают являться основным фактором разного рода избирательных кампаний, политических и пиар-кампаний в странах Запада. Ведь, если сравнить даже предыдущую избирательную кампанию в Европарламент, и не только в Польше, и в других странах, тогда преобладали вопросы и обсуждение вопросов, связанных с социальной политикой, с экономической политикой, с развитием инфраструктуры. Теперь главными и основными вопросами, которые обсуждаются во время дискуссий, разного рода политических дебатов, являются вопросы безопасности. Значит, чтобы произошла вот эта секуритизация, говорят политологи, публичного пространства, информационного пространства, нужно убедить людей о том, что существует реальная угроза их безопасности. Именно тем занимаются политики, политический класс Польши, политический класс других стран Запада на протяжении уже многих лет. И, кстати, создавание вот этого образа. Российской угрозы сначала, сейчас теперь к этому добавляется еще и белорусская угроза, как будто Беларусь имела чуть ли не экспансионистские планы по отношению к Польше, Литве. Безусловно, вот это, все вот это фантазии, да, потому что это, мы же понимаем, что это фантазия. Кстати, я очень часто повторяю, знаете, тут, если разрешите, напомню про одну важную вещь, фундаментальную вещь, значит, Республика Беларусь и Российская Федерация, кстати, являются, ну, по сути, единственными странами, соседями Польши, у которых никогда не возникали никакие серьезные претензии, территориальные претензии, имею в виду к нашей стране. Ну, да, некоторые скажут теперь, что в 90-е, в далеких 90-х, были, существовали вот белорусские националисты, Зианон Пазняк, и я не помню, если я ошибаюсь, исправьте, но я не помню, чтобы хоть кто-то на уровне, скажем, мейнстрима белорусской политики, ну, условно, на уровне белорусского парламента, обсуждал или рассуждал вообще вот на эту тему, да, каких-то претензий, например, к польскому белостоцкому воеводству, да, пограничному. Так же, как и в России, так же, как и в России, ну, никто не обсуждал вопросов каких-то претензий, территориальных и даже других к Польше. Мне знаете, что, Матеуш, кажется, что у той же Германии больше территориальных претензий к Польше? Это точно. На уровне парламента, да, можем сказать, что в прошлом, может, сейчас уже нет, но, тем не менее, в прошлом на уровне парламента ФРГ существовали определенные политики, в том числе среди депутатов правящих партий, например, христианских демократов, которые были связаны с движениями бывших жителей, скажем, внешних территорий Польши, а бывших территорий Германии, да, утраченных территорий Германии. Так что, безусловно, да, да, в Германии практически, вот посмотрите на литовских националистов, вот тоже такие есть, которые предъявляют определенные претензии, к, правда, небольшим кускам, но все-таки к польской территории, да. Я уж не говорю сейчас тут про украинских националистов, потому что там уже все ясно. Некоторые вообще распространяли карты, на которых Украина распространяется чуть ли не до города Краков. Так что там есть вот такого рода явления. В Белоруссии их нету, в России их нету. Поэтому нужно было создать, возвращаясь к вашему вопросу, нужно было создать этот искусственный образ, искусственно убедить людей, что существует никакая российская, а теперь уже и белорусская, и российско-белорусская угроза безопасности Польши. И, естественно, это очень удобно, и все это явление, которое мы с вами сейчас говорим, не новое. Это много раз как бы отработанный уже вариант, сценарий, начиная с американской, кстати, политики, это же образец для Польши. Американские политики после 11 сентября 2001 года, после теракта известного, да, и ужесточения практически всех законов, сокращения ограничения, существенного ограничения гражданских прав и свобод. То все происходит в Польше сейчас, да, ну, как бы все по одному образцу. Да можем и как бы вернуться даже во время начала холодной войны, и там американского сенатора Джозефа Маккарти, да, то же самое опять, значит, нагнетание обстановки и создавание образа искусственного, несуществующего реально, какой-то фантастический угроз. Еще один такой вопрос, думаю, вы слышали об этом, потому что в русскоязычных СМИ это достаточно широко освещалось, в польских, думаю, тоже. Речь идет о том, что гражданина Польши и двух белорусов задержали за совершение серии поджогов на территории Польши. Никаких доказательств работы на иностранную разведку, в принципе, не приводилось, но, тем не менее, связывают их с тем, что они якобы работали на Москву, насколько я понимаю. А что вообще в польских СМИ писали об этом задержании? И действительно, вот с чем связывали вот этих людей и эти поджоги, которые они совершили? На мой взгляд, несколько недель назад в известной американской газете The New York Times была опубликована статья. Статья, в которой утверждалось, что на территории всей Европы российские, кстати, не белорусские, а российские спецслужбы готовятся к организации и осуществлению разного рода диверсионных действий. После этой статьи мы узнали про то, что в Польше было задержано несколько человек, я уже не помню, сколько точно, но среди них граждане Белоруссии, но я думаю, что все-таки там большинство граждане Украины, кстати, как ни странно, граждане Украины и какие-то граждане Польши еще. Я, конечно, не смогу прокомментировать суть этого дела и вот этих обвинений, потому что, естественно, как вы понимаете, все засекречено. Значит, гражданам Польши никто ничего не рассказывал, никаких подробностей мы не знаем, так что вообще сложно тут комментировать. Единственное, что я могу сказать, это то, что в условиях вот этого нагнетания политической обстановки любые преступления, да, любые преступления, любые правонарушения сейчас оказывается являются частью, ну, по мнению как бы правящего класса Польши, являются частью какого-то заговора, да, каких-то действий, и вражеских действий иностранных спецслужб и так далее, и так далее, да. На мой взгляд, это опасно, да, потому что, смотрите, вот, может, я ошибаюсь, но, тем не менее, я думаю, что с точки зрения безопасности государства, государственной безопасности, если бы относиться к этому серьезно, даже вот если бы это люди работали на какие-то иностранные спецслужбы, иностранные разведки, об этом не должно говориться в СМИ публично, да. Вот в таких случаях существует практика, например, обмена с заключенными, со странами, которые как будто, на которые как будто работали, как бы работали задержанные лица. Существует практика, ну, вообще, решения всех этих вопросов в тишине. Если что-то касается, там, разведок, спецслужб и так далее, обычно государство действует таким образом. Да и, в конце концов, установить эту связь с разведкой иностранного государства, это дело не одного дня. Безусловно, да, да, да. У нас просто очень легко, понимаете, в Польше, во многих случаях, я вот лично сам с этим столкнулся, поэтому могу сказать, что у нас очень легко любые контакты, любые контакты с любыми представителями, гражданами России, Белоруссии, и сразу считаются контактами с иностранной разведкой, да. Есть множество примеров, когда сам факт, например, ведения каких-то переговоров или, ну, вообще там, переписки контакта с гражданами, обычными рядами граждан, да, других стран считались тут чуть ли не шпионажем, да. Это как раз часть того, о чём мы с вами говорили в общих чертах вот этой саккуритизации общественного диалога, общественного поля, и, к сожалению, да, это так. Я хотя не хочу комментировать это конкретное случая, да, потому что опять в силу отсутствия информации, любой информации, кстати, я как гражданин Польши, как-то хотелось бы получить побольше информации на эту тему, да, всё-таки если что-то угрожает нашей безопасности, стояло бы знать о том, что, да, вот спецслужбы имеют определенные доказательства, например, каких-то связей этих людей, да, но этого, к сожалению, нету. Но, и, знаете, лучше вообще ничего не говорить, я имею в виду политиков или представителей спецслужб, да, лучше бы у них уж вообще ничего не говорить, чем говорить то, что они сейчас говорят, да, потому что чувствуем себя неуверенно. Но опять же, это часть этого сценария, создавания вот этой неуверенности в нашей социальной безопасности. Да, 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 угрозы. Никто ничего конкретно не знает, никаких публичных доказательств, ничего нет, но, тем не менее, опять же, потом будут, конечно, вот если дело дойдет до суда, опять могу вам сказать на примере, даже собственном примере и многих других граждан моей страны, конечно, всё будет засекречено. Поэтому я думаю, что граждане Польши никогда, на самом деле не узнают о том, что произошло, действительно, были ли действительно какие-то связи с иностранными спецслужбами у этих людей, или может это просто всего лишь конспирология, полезная конспирология с точки зрения создавания угрозы, имиджа угрозы безопасности. Если немного переключиться на общеевропейскую повестку, то там сейчас развернулась достаточно оживлённая дискуссия по поводу того, разрешать ли Киеву применять западное оружие для ударов вглубь России. Ну, там вопрос ещё в том, что подразумевается под словом «вглубь» и насколько далеко будет эта глубина. Но большая часть европейских лидеров, насколько я понимаю, они, может быть, осторожны, но высказываются за. Мол, да, надо разрешить для того, чтобы защищаться, атаковать военные объекты и всё в таком духе. Вот в той же Польше, например, замглавы министра национальной обороны, если не ошибаюсь, сказал, что Польша, в принципе, не против того, чтобы Украина наносила удары западным оружием по России. А почему они настолько однозначно высказались об этом, в то время как некоторые страны действительно колебаются по этому вопросу? Как вы считаете? Я думаю, что было принято общее решение по поводу дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины и за пределами этой территории. Потому что, как вы сказали, это оказывается международно признанных территорий Российской Федерации, разрешение на использование оружия. И в силу того, к сожалению, на большинстве стран Восточной, Центральной Европы доминируют как раз те политические силы, которые высказываются за эскалацией, скажем, условно, партии войны. Вы правильно обратили внимание на то, что в Европе, даже в США, существует еще партия мира. Значит, та часть политического класса, который выступает за все-таки переговоры и мирное разрешение данного конфликта. И, к сожалению, если посмотреть, например, на Германию, в Германии, безусловно, существует партия мира, можем сказать. И это не только, да, ну, АДГ тоже, да, но, посмотрите, есть тоже разногласия внутри правящей коалиции. Я имею в виду социальдемократов. Часть из них, вот, скажем, социальдемократов старой школы, еще с премен там канцлера Герхарда Шведера и так далее, они тоже скептически относятся к этому плану эскалации. В Польше, к сожалению, партия мира очень, ну, небольшая. На уровне парламента, да, она есть, конечно. Можем сказать, что на уровне парламента это несколько депутатов одной политической силы конфедерации. Возможно, есть и, знаешь, я лично знаю, да, что есть представители партии мира и в других политических силах в польском парламенте, например, но они публично об этом не говорят. Они боятся вот этих обвинений, что они работают. Вот представьте себе, какой парадокс, да, и какой абсурд, по сути, что ты сотрудник там Путина или не знаю кого, Кремля, да, что, может, ты хочешь мира. Ведь никто не говорит в Польше, вот я, партия мира, которую я сейчас имею в виду, не поддерживает военные цели Российской Федерации, да, или какого-то, не знаю, военной победы Российской Федерации, да, а всего лишь говорит о том, что есть возможность мирного урегулирования данного конфликта. А то, что она есть, мы знаем, мы знаем от украинской стороны. Надо вспомнить слова Давида Архами, который участвовал в стамбульских переговорах. Да, и раньше, кстати, в Белоруссии были организованы раунды переговоров сразу после начала этого вооруженного конфликта. Я имею в виду этой стадии вооруженного конфликта, потому что, опять же, в Польше, в Европе многие забывают, но этот конфликт ведь начался вооруженный. В 2014 году, в 2014 году с так называемой антитеррористической операцией, проводимой против собственного населения украинскими властями и так далее. Так что, на самом деле, все идет к эскалации. Да, я боюсь, к сожалению, боюсь, что поведение политического класса определенных стран Европы, я тут, обратите внимание, сказал про центральную Европу, потому что тут эта проблема самая болезненная, потому что мы находимся все-таки рядом с Украиной из-за этим конфликтом. И в случае эскалации, в случае эскалации, именно страны Восточной и Центральной Европы действительно могут стать теми странами, на которые распространится прямый вооруженный конфликт. Это понимают некоторые из лидеров наших стран. Это понимает премиер Венгрии Виктор Орбан. И он об этом публично говорит, кстати, о том, что мы на пороге войны, при этом мировой войны, предупреждает. Об этом знает, и это все прекрасно понимает Роберт Фитсон, премьер Словакии, на котором было, напомню, совершено ужасное жестокое покушение. Но он, даже, я очень надеюсь на то, что он вместе как раз с Виктором Орбаном будет как раз представлять голос партии мира в Европе, в нашей части Европы. Но этого, к сожалению, не понимают многие в Польше, и большинство в Польше. Этого не осознаем, да, серьезности этой ситуации. И поэтому они высказываются за возможность использования этого оружия. Я надеюсь, что это не приведет к эскалации, потому что все-таки Польша не отправляла дальнобойных видов вооружения. Потому что в Польше их просто нет. То, что они там танки отправляли и так далее. Ну, посмотрите, если уж честно, об этом, кстати, говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, что у нас же были общедоступные информации о том, что украинские, даже не вооруженные силы, а какие-то там бандформирования националистические или неонацистские, совершая вот эти свои побеги на Белгородскую область, использовали западные оружия, в том числе, например, бронемашины, бронетранспортеры американские и так далее. Так что это уже делалось и раньше. Кстати, при обстрелах Белгорода тоже использовались известные хаймерсы американские. Так что, ну, теперь это санкционируется уже, и считается это законным, да, некоторые страны начинают считать это законным. Территории России атаковали и до этого, но сейчас это хотят санкционировать. И тут как бы это уже две большие разницы получаются. Мы находимся, вот опять же, есть интересная теория лестницы эскалации. Разработана, кстати, профессором Коэном, американским еще экспертом во времена холодной войны в 50-х годах. И если мы сейчас изучим, проанализируем то, что происходит в соответствии с этой теорией, мы действительно движемся вверх этой лестницы эскалации. И на эту проблему, потому что я, к сожалению, думаю, что то, что говорил в последнее время упомянутый уже нами Виктор Орбан, это все серьезно. Это не часть его предупреждения о том, что действительно тут может начаться полномасштабная война, континентальная, а может и глобальная мировая война. Это все серьезно. Это не просто часть его избирательной кампании перед выбором в Европарламент. Действительно, он предупреждает Европу, так же, как и, вспомните, Роберт Фитцер предупреждал после февральского саммита в Париже, о том, что вот есть страны, которые готовятся к прямому участию в вооруженном конфликте на территории Украины. Возможно, что он, ну, как бы предупреждая об этом, предупреждая об этом, публично, да, ну, как-то благодаря этому его предупреждениям, возможно, некоторые политики в последний момент отказались от принятия таких решений и уже прямо в вмешательство в этот конфликт, да. Ну, будем надеяться, что Роберт Фитцер, Виктор Орбан и та линия, которую они представляют в Европе, станет как-то более сильной и значительной, да, чем сейчас. Хотелось бы спросить про польского судью Томаша Шмидта. Сейчас это уже не и так остро обсуждается, но еще каких-то 2-3 недели назад, или даже месяц, наверное, в Польше это вызвало, ну, определенный резонанс, вот эта новость о том, что польский судья переехал в Беларусь и подал заявление об отставке. И здесь, опять же, его и в шпионаже обвиняли, о чем мы говорили, и в том, что он должник, игроман, развелся с женой, там много чего писали про него, всего сейчас не вспомню. Но в то же время отъезд наших чиновников, определенных в Польшу, они всячески приветствуют и еще и называют их представителями белорусского народа, которые выражают его интересы. А почему вот у них такие разные взгляды на отъезд польского чиновника и на отъезд, ну, белорусских чиновников, например? Ну, это классический пример двойных стандартов. Я так понимаю, что судья, бывший судья, не собирается, или белорусские власти не подталкивают его к создаванию, там, польского правительства визгнания. И оно, ничего такого нет. Поэтому, вот, тем временем у нас в Польше довольно активно действуют такие лица, как Павел Латушко, например, бывший министр. Так что несколько уровней выше обычного судей, административного суда, да, из Польши. Но он здесь, как бы, публично высказывается и так далее. Так что это классический пример двойных стандартов. Опять, что касается дела судей, если у нас были бы нормальные отношения между Польшей и Беларусью, кстати, это очень важно с точки зрения именно безопасности, про которую мы так много говорим, и произошла бы вот такого рода ситуация. В польских СМИ никто публично ничего не говорил бы про этот случай, а просто был бы сделан звонок в МИСК. Произошла бы встреча соответствующих, ответственных органов или представителей этих органов. Начались бы переговоры с МИСКом по поводу того, что, ну, я сейчас условно говорю тут про примеры этого судей, но есть многие другие примеры, да, и для этого нужно иметь нормальные добрососедские отношения, да, и обсуждать все вопросы, в том числе и те вопросы, которые болезненные или которые связаны с переездами, да, именно переездами тех лиц, которые являлись в прошлом представителями политической или другой, в данном случае, судебной системы данной страны. Так что поведение польских властей, польских властей и, польских политиков, скажем, и польских СМИ в данном конкретном случае крайне непрофессиональные, на мой взгляд, потому что вместе вот этой пиар-компании против господина Шмита, они должны реально призывать к диалогу с МИИСКОМ и к решению всех проблем путем нашего диалога. Но для этого нужно восстановить контакты и для этого нужно иметь храбрость, политическую храбрость, я вот даже так это назову в нынешние времена, такую, как упомянуты нами робот Витца, например, который начал восстанавливать, кстати, в том числе и культурное сотрудничество и другие виды сотрудничества с Белоруссией, как власти Венгрии, которые министр иностранных дел Петер Шиарто посещал, да, посещал Минске и сохраняют нормальные отношения. Но ведь для Польши отношения с Белоруссией намного важнее, чем для Венгрии теоретически, да. Посмотрите на карту у нас, мы соседи, да. Но тем не менее, вот Венгрии заботятся о своих отношениях с Белоруссией и сохраняют хорошие отношения, да, нормальные отношения. Словакия, это мы тоже занимаемся, хотя у них нет общей границы с Белоруссией. Мы практически отказываемся от поддерживания любых отношений. Это губительное, с точки зрения, интересы к Польши политикам. Спасибо вам большое, Матеуш, за эту беседу, за то, что нашли время и ответили на мои вопросы. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok